Вот из этих, получается, окон эвакуировали как раз маленьких детей. Частичное обрушение карниза и фасада над вторым подъездом 9 вечера. Через несколько минут к дому стягиваются все экстренные службы города. Из-за угрозы дальнейшего обрушения начинается эвакуация жильцов. Кто-то выходит самостоятельно, кого-то вытаскивают с балкона, а двух детей – бабушку. Вызволяют прямо из окна. По словам очевидцев, на спасение пожилой женщины ушло около 10 минут. Бабушка, бабушка, она вон бедная, уже никакая. Все, дом рушится. Бабушку вытаскивают. Бедная. Эвакуировали 55 жителей. Большинство ночевали у родственников. Восемь в пункте временного размещения. Его развернули на базе Центра детского творчества. Увидеть их быт не удалось. Нашей съемочной группе вход туда закрыли. На утро часть жильцов вновь вернулись к родному дому. К этому времени специалисты уже завершили демонтаж опасных конструкций. Я услышала грохот по трубе. То есть труба-то у нас газовая общая. Я не поняла, что происходит. Я думаю, что-то с крыши падает на трубу. А потом к нам уже в двери стали стучаться, что была как раз угроза обрушения. Именно вот эта балка нависла, стали кирпичи падать. В чем мы, как говорится, были там, быстрее собрали паспорт. Только взяли и оттуда ушли. Но, к сожалению, у нас остались там животные. То есть у нас все там. В 2019 году жильцы этого дома добились, чтобы их жилье признали аварийным. Но с предоставлением альтернативного власти затягивали, а дом рушился на глазах. Кирпич в месте обрушения вываливался ежедневно, говорят люди. Она уже недели или две назад начала обрушиваться постепенно. Вернее, весь день сыпалась. Сыпалась весь день, что страшно было там даже проходить. Мне кажется, квартиры не дадут. Сейчас починят и на этом смысл брать. Проблема в том, что на нас, к сожалению, всем наплевать. После всего случившегося как-то пересели? А куда они нас переселят? В такое же аварийное жилье. Вот я думаю, наверное, нас сейчас проверят вот здесь, да, скажут, что в третьем подъезде более-менее нормально, в первом подъезде нормально, ну и живите вы дальше. Было принято решение о необходимости проведения обследования конструкции здания, в том числе о возможности проведения работ противоаварийных. Результатом решения комиссии формируются материалы для заключения муниципального контракта на проведение указанных мероприятий. Ну а пока жителям аварийного дома, где произошло обрушение, напоминают, что они могут воспользоваться жильем из маневренного фонда или же арендовать съемное за счет администрации города. А между тем, следователи по факту халатности уже возбудили уголовное дело. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. Кстати, по документам жители их должны были расселить не позднее 18 февраля 2021 года. Практически каждая двухэтажка на потоке, так же, как и этот дом, где вчера произошло частичное обрушение, находится в аварийном состоянии. Людей не расселяют. А это значит, что уже сегодня спасатели могут извлекать из-под завалов жителей любого из этих домов. Пока еще ЧП нет, может случиться, потому что везде, во всех квартирах, везде потолки, стены, все уже в трещинах. Уже шесть лет, вот седьмой год пошел, все аварийный и никакого сдвига. А детей сколько? Сколько детей в этих домах? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.